Добро пожаловать на канал Лоли Геймс! Продолжаем наши приключения в Dragon Age Inquisition. И прошлую серию мы закончили на том, что мы пообщались, поболтали со всеми нашими спутниками, познакомились, немножко узнали лора и теперь, я думаю, наше самое время отправляться во внутренние земли и поговорить с Мадерью Жизель, то есть пойдем по главному квесту. Но прежде предлагаю сходить вот туда, куда нам указывает метка. Так это вас называют вестницей? Легко произносить, да? Нет. Вы маг, а магия призвана служить, но не править. Вы же покусились на самые основы церкви. Я не для того вступала в орден, чтобы так просто менять убеждения, но я ценю то, что пытается сделать Инквизиция, и вашу роль в этом. Только, боюсь, таких храмовников будет немного, мы недоверчивы по сути своей. А это не тебя ли я спасла? Ладно, не важно. В общем, сюда нас аптекарь послал найти какие-нибудь записи о лекарствах. Поэтому мы, собственно, здесь. В общем, бумаги мы нашли и отправились обратно к аптекарю. Вернулась, да еще и целая. Вы говорили, что господин Тейджен работал над чем-то необычным. Я нашла его записи, может быть, они вам пригодятся? Скоррис, ты кряга стоял на пороге настоящего прорыва и сам этого не понимал. Если захотите, чтобы я что-то из этого смешал, только скажите. Ну, теперь точно отправляемся во внутренние земли. Вестница Андрасте. Я вас только столько слышала. Все вокруг слышали про то, как вы закрыли брешь. Конечно, необычно, когда далийскую эльфику беспокоит судьба прочих народов, но непочтительно здесь никто к вам не снесется, даю слово. Разведчат Инквизиции Хардинг, вашим услугам. Я... Мы вот все помогаем, чем только можем. Хардинг, значит. А в верхнем городе не приходилось бывать? Боюсь, что нет. А что? Это просто... А, неважно. В Ферлдене эта шутка не прозвучит. Рада знакомству. Перейдем к делу. Положение тяжелое. Мы пришли к старому Редклюкскому объездчику за лошадьми. Я выросла в этих краях и не раз слышала в народе, что табуны Денета самые быстрые и выносливые по эту сторону Морозных Гор. Но из-за всех этих баталий между магами и храмовниками не смогли даже добраться до Денета. Один создатель знает, жив ли он еще вообще. Мать Джизель помогает бездомным и раненым. Судя по последним донесениям, война добралась и до туда. Наши солдаты с Капралом Вейлом как могут стараются защитить людей, но долго им не продержаться. Так что вы бы поторопились. Время не терять нельзя. Окей. Значит, наше дело поговорить с матерью Джизель и к этому, к Денету, сползать. Мать Джизель где-то рядом. Ну да. Конечно, какое тут все раскуроченное. Трупов столько. Солдаты Инквизиции, они пытаются защитить беженцев. Стойте, мы не отступники. Мне кажется, им все равно, Кассандра. Отбились. 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 здесь есть маги они могут вылечить твои раны лежи спокойно не не подпускайте их ко мне преподобная мать это магия обращенная на благо их магия не злее чем твой клинок но мой мальчик разрешим облегчить твои страдания мать джизель да это я а вы должны быть та самая кого называют вестница андрасте мне сказали вы хотели видеть меня я знаю о церковном обличении ваш адрес и знаю кто за ним стоит врать не буду там есть очень влиятельные персоны которые всеми правдами и неправдами будут бороться за трон верховной жрицы а многие просто в смятении столько хороших людей погибло зря произошедшее просто ужасно страх повергает нас в отчаяние но к счастью не лишает рассудка сходите к ним убедите оставшееся жречество что вы не демон и что бояться вас не нужно они слышали о вас только жуткие истории дайте им что-нибудь во что стоит верить они хотят казнить меня а вы предлагаете взять и прийти к ним вы больше не одиноки они не смогут взять вас под стражу или напасть могут попытаться скажем так вам даже не нужно убеждать их всех достаточно лишь чтобы некоторые из них усомнились их сила в едином мнении отнимите у них это и выиграйте время в котором нуждаетесь значит я просто появлюсь скажу здрасте покажу метку на руки я действительно не знаю судьба ли это посланы ли вам к нам создателем но я надеюсь надежда то что нам сейчас нужно люди послушают вас как не послушают больше никого вы можете превратить инквизицию в грозную силу которая спасет нас или окончательно погибет я отправляюсь в убежище соберу сестре лилиане имена жриц которые легко будет убедить прийти на встречу это капля в море но я сделаю что смогу действием инквизиции в этих краях руководит капрал вейл надо поговорить с ним ну поговорим алма бродят стада баранов прекрасная еда готовится легко и никакой лорд не убьют за браконьерство но сейчас там слишком опасно чтобы охотиться скорее на магов натолкнешься чем на баранов мы нашли капралом что он нам скажет вы из инквизиции я капрал вейл спасибо вам за помощь магам и храмовникам похоже нет дела до тех кто случайно пострадает в их бойне здешним беженцам нужна помощь они уцелели на войне но вот-вот погибнут от холода и голода что вы можете рассказать о том объединщике у которого мы хотели попросить лошадей для инквизиции аденетия живет на ферме к западу отсюда сувор суровый малый от него уже давно ничего не слышно надеюсь он просто всиживается пережидают пока маги с храмовниками прекратят друг друга убивать есть раненые которым швы эльфийский корень уже не помогают я знаю целители сейчас всем нужны но если найдете кого-нибудь в редклифе будет спасено много людей вы понимали что беженцы голодают да многие захватили с собой какие-то припасы но они надеялись давно уже быть дома или в городе охотников на холме есть какие-то идеи на этот счет мы можем как-нибудь помочь людям справиться с холодом я попросил инквизицию прислать одеяло можно подумать я попросил тележку длириума рекрут витл на дороге пытается что-то сделать с тем что есть если что-нибудь придумайте поговорите с ним что можете рассказать о храмовниках всех храмовников недавно отвезли вал раю а здешние мерзавцы пренебрегли приказом они убивают магов повстанцев а заодно и бездомных селян которых подозревают в симпатии к магам храмовники которых я знал всегда пытались защитить простой народ эти ублюдки позорят доброе имя ордена а что о магах настоящие мятежники на севере в редклифе окопались там пытаются обороняться и больше ничего а те что здесь обычные отступники после долгой жизни в кругах теперь им свобода в голову ударила те мятежники что в редклифе прогнали их за шеи сделать бы и нам так в общем нам нужно где-то набрать четыре влияния чтобы нам открылась следующая следующий этап в раю он для этого необходимо немножко поисследовать область но езды на этом надо разобраться все холодает и халага холодает глупые сельчане где их теплая одежда что тебе нужно чтобы согреть беженцев одеяло теплая одежда что угодно бедняги все потеряли когда маги с храмовниками затеяли свалку если бы мы в деревне были бы мы в деревне стянули бы потихоньку у кого-нибудь одеяло наверняка у отступников много припасов просто хорошо спрятано вот так вот бродя по землям мы забрели в пещеру нашли письмо нашли одну из нычек магов в которой стырили чуть-чуть одеял путь инквизитора крайне труден так что мы здесь, львов, убежали еще один из ничек что бы что сделать с инквизитором без нашим стабильным влиянием, мастер тетрас? я думаю они просто начнут гордить все это звучит как большинство, я знаю если вы, дженнеллены, уже достаточно закончились на одном из на одной из дорог встретили странного паренька он искал свою подругу по имени ритц ты сказал что твоя продукт подруга исчезла она должна была понаблюдать за некоторыми отступниками я здесь на посту а то сам бы пошел ее искать мы сказали что посмотрим если вдруг ее увидим обязательно сообщим что ее напарник волнуется а заодно и стены нашли неплохое место для лагеря нашли мы кажутся ритц альдреда кажется как ее звали по крайней мере отступники к ней так обращались ну-ну кажется кто-то отдыхал на природе ну да видимо за колдуньи охотились из-за магии крови храмовники напали на отступницу а я нечаянно оказалась рядом кажется ты мне врешь ну по правде говоря допустим я отдыхала с альдреда я так понимаю храмовники застали вас самый разгар притника ну да сначала она была просто магом которая смотрела на меня не нападала а потом мы теперь вы доложите обо мне да знаешь дорогуша хмурить отступницу в самый разгар войны это талант не зарывай его налаживая связи добывая информацию помогая инквизиции ну а мы со своей стороны прикуриваем кое на что глаза хорошо это я могу и спасибо что не были строги со мной таким образом мы завербовали себе одного из шпионов что дало нам необходимое влияние на холме мы заметили одну крепость по слухам там собирались различные маги отступники и туда же сбежал один из из беженцев под редклиффом собственно его нас просили найти не знаю после того что было уверен убежище вы зовут вестницы андраста но правда ли вы вестница создатель не поведал мне да я вестница андраста и вы утверждаете что сила в ваших руках больше разломов развернувший самого создателя да я могу заделать разрывы тогда докажите это покажите что разрывы подчиняются вашей воле воле создателя покажите силу которой владеете что вы все здесь делаете что по-вашему происходит церковь пала и тем показала свое несовершенство песни света ложь гордыни было бы полагать что смертные губы могут выразить волю создателя потому мы ждали в безмолвии создатель отверстие небеса скоро он призовет избранных своих в золотой град в общем оказалось что тут у нас находится секта которая мы должны доказать что мы действительно вместиться тут мы нашли этого хиндела привет стой вас меня зовут хиндел хиндел твоя мать еле дышит и отец просит у тебя зелье что она была в порядке никаких трудностей с дыханием хорошо я могу помочь вот у меня уже готова возьмите отнесите и скорее леди велина должна быть здесь нам надо быть вместе к приходу создателя где она должна была быть здесь моя любимая должна была быть тут я писал ей месяц назад я знаю что путь наверх опасен но маги храмовники не потревожили были юную леди боюсь ничем не могу помочь оказалось что эти сектанты поклоняются не просто бреши а бреши которая открылась у них прямо во дворе как только мы к ней приблизились из него полезли ужасы развес был завес был благополучно разрез брешь неважно разрыв был благополучно закрыт после чего нам дружно все хлопали и поверили что мы наконец-то вестница слезы создателя ну и дура я была что сомнилась вас чем мы можем вам служить вестница андраста пусть вещи ваши верующие несут весть об инквизиции как скажете вестница андраста здесь останутся немногие остальные отправятся выполнять вашу волю когда создатель призовет вас к себе ради высшей цели вспомните что мы служили вам получили еще одного агента возвращению на перекресток мы отнесли мясо охотнику вот надеюсь это поможет еще как поможет накормлю всех а на сытый желудок глядишь у всех и надежда появится честно говоря не ждал добра от инквизиции но сейчас никто не помогает людям как вы пожалуй я ошибался это замечательно так и где-то у нас тут еще мужчина которому мы зелье принести должны были зелье у вас вот пожалуйста нас под зелье указания как приготовить храни вас сила если создатель кто угодно все огромное спасибо дай его мне немедленно если чем-то смогу помочь инквизиции только скажите спасибо и будь благословенна инквизиция да мы такие мы творим мы причиняем добро еще в неожиданном месте мы нашли небольшую пещерку где пряталась женщина и она была чародейкой я чародейка элендра надеюсь вы придумаете как покончить с этой глупой войной кажется это ваш амулет я нашла его на трупе храмовника по имени мэтрин ох я так и думала что он погиб когда не пришел и не прислал весточки прокляни создатель безумцев что начали войну и тех что продолжают ее сейчас спасибо матрин был мне дорог вот возьмите за беспокойство инквизиции пригодился бы умелый маг если бы я хотела кого-то убивать то осталось бы смятежниками а чем инквизиция лучше ну мая я не смятежниками если вы маг то почему не смятежниками я из братства уравнителей мы хотели терпимости а не войны мы смотрим нам были уверены что найдем способ не воевать со старыми друзьями и друг с другом я знаю собственные силы я не боюсь демонов я буду сторониться людей никому не наврежу мне бы хотелось больше узнать о вас и матрине храмовники и маги естественные враги вечно все так говорят будто можно годами держать рядом здоровых мужчин и женщин чтобы никому ничего не захотелось мы дружили много лет а любовниками были и того дольше а теперь война отняла его у меня но мне присоединились не к повстанцам не к беженцам вы здесь сами по себе да так безопаснее для всех сначала я помогала беженцам как целительница но когда меня увидели храмовники то напали в бою погибли мирные люди больше я не хочу никому подвергать опасности может быть вступите в инквизицию не хочет жаль не получилось завербовать у меня в себе еще одного человека ну да ладно дальше наш путь пролегает к объящику поглядеть только отступники совсем помешались на власти храмовники выглядят ничуть не лучше согласно варик в одной из пещер куда мы забрели мы нашли красный лириум пробиваясь сквозь магов и храмовников мы наконец-то дошли до редклик ских ферм где-то тут и обитал динет мы стали лагерем неподалеку от поселения на живописном берегу небольшой речушки немного отмывшись и отдохнув отправились к объящику в общем объящика мы нашли у него в доме не могу сказать что он был нам сильно рад ну что инквизиция слыхал пытаетесь все наладить давно пора не знал только что инквизиция у нас из пустоши меня за динетом зовут лет тридцать объезжал лошадей для эрла и амона слыхал теперь они вашей инквизиции нужны все так вы нам поможете не прямо сейчас сотни отборных ферлденских лошадей это вам не письмишко просто так снарочи ты мне отправишь все разбойники отсюда и до бежища мигом на них слетятся как мухи на дерьмо будут у вас лошади когда буду уверен что их по дороге не сожрут если лично я вас чем-то не устраивает хотела бы прояснить что это вы к словам про галл по мне так просто чудесные бестия я бы правую руку отдал чтобы галл объездить моя жена элайна заправляют на ферме а брон командует охраной они вам скажут что им нужно а пока так и быть вам полагается что-нибудь получше всех тех хромых кляч под клуб тут гнидой кончист окромный ферлденский верховой берегите его инквизиция а уж он и вас побережет в общем объединщик нам сказал что для того чтобы он дал нам лошадей нам нужно навести безопасность в этом районе иначе лошадей гнать не будет смысла их всех перебьют по дороге а я я я я я я я это я я Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы наметили места для башен по одному из запросов нашего объездчика, мы вернулись в убежище, чтобы отправить рабочих возводить, собственно, башни, для того, чтобы обезопасить дорогу. А на подходах к убежищу нас ждала толпа. Это ваши убили ее святейшество. Ложь. Вы бросили ее погибать. Закрой пасть, маг. А ну, прекратили. Рыцарь-капитан, это не мой титул. Мы больше не храмовники. Мы все инквизиция. И что все это значит? Уже вернулись, канцлер? Считаете, что еще недостаточно сделали? Всего лишь любопытствую, командор, как ваша инквизиция и так называемая вестница будут все восстанавливать. Любопытствуете? Ну, конечно. Всем вернуться, как своим обязанностям. Бедному командору пришлось решать кучу вопросов. Маги и храмовники и так уже были в состоянии войны. Теперь они еще винят друг друга в смерти жрицы. Именно поэтому требуется должное руководство, чтобы вернуть всех к порядку. Это вы себя предлагаете? Каких-то случайных церковников, даже не вошедших на конклов? И что, лучшая мятежная инквизиция — это ваша вестница Андрасты? Сомневаюсь. Если бы должное руководство справилось со своей работой, не был бы нужен конклав. Вы мне предлагаете во всем обвинять церковь и восхвалять убийцу. О правосудии не слышали? Это не поможет восстановлению поврядка здесь и сейчас. Порядок не будет восстановлен, пока этому мятежу позволено продолжаться. Напомнишь, почему мы разрешили канцеллеру остаться? Очевидно, ваш храмовник знает, где пределы его власти. Он лает, но не кусает. Нечего делать из него мученика, лишь потому что у него словесный понос. Зато его реакция понятна, чего нам ожидать в Алруайо. Насколько масштабно сейчас противостояние магов и храмовников? Невозможно оценить. Неподчинение вашей организации власти церкви ситуацию никак не улучшит. Боюсь, после гибели конклава война между магами и храмовниками разгорелась с новыми силами. Сильнее старого. Маги и храмовники сражаются друг с другом, хотя все еще неизвестно, что произошло в храме священного праха. Именно поэтому всем этим делом должна заниматься новая верховная жрица. Если вы не виновны, церковь это установит. Или с радостью воспользуются готовеньким козлом отпущения. Думаете, истина никого не волнует? Мы все глубоко опечалены гибелью Джустинии. Но если вестница Андраста вдруг так удачно исчезнет, сильнее печалиться вы не станете. Я прослежу, чтобы в Валройо услышали зов. Надеюсь, что получится. Вот так вот. О, мать Джизель сюда дошла. Приветствую, вестница. Каков итог вашего путешествия к Бреше? Я делаю все, что в моих силах. Закрыть Бреше — это серьезная задача, тяжкая ноша. Надеюсь, вы не взвалите ее целиком на себя. Мы помним об Андрасте, но ведь Андрасте не единственная несла миру песнь света. У нее были военачальники, советники, хотя многие считают это ересью по умощи эльфа Шартрана. Делайте все, что в ваших силах, но помните тех, кто помогает вам. Вы продолжаете чуть ли не ровнять меня с Андраста. Вы хоть представляете, как это тревожит меня? Могу лишь догадываться, но у всех нас есть цель, ведомая Создателю. Меч ведь тоже не просил, чтобы его ковали. И, честно говоря, если такое сравнение заставляет вас задуматься, то, может быть, в этом и нет ничего плохого. Как бы то ни было, я буду молиться, чтобы нынешняя инквизиция оказалась менее жестокой, чем ее прародительница. Могли бы вы рассказать мне историю старой инквизиции? Ту инквизицию создали после Первого Мора, еще до появления церкви в нынешнем ее виде. Инквизиторы были охотниками, фанатиками, которые выслеживали и убивали культистов и опасных магов. Когда к власти пришла Андраста, инквизиция стала служить ей. Вместо того, чтобы истреблять тех, кто представляет опасность, инквизиция начала силой насаждать Песнь Света. Мне просто должно быть нести Песнь Света, зная, как ее распространяли когда-то. Жалую. Я всегда верила, что Создатель хочет, чтобы Песнь Света нес по миру наш пример, а не жестокость. В любом случае, когда Песнь Света распространилась достаточно широко, нужда в фанатиках и охотниках отпала. Потом инквизиция стала Орденом Искателей Истины, а не потому, а те потом превратились в Хромовника. А теперь инквизицию возродили, чтобы восстанавливать порядок, тоже силой. Знаете, что меня поражало в старой инквизиции? Они сражались в ужасных битвах, убивали и умирали во имя общего блага. А потом, когда настало время, они просто исчезли. Может быть, старое название было посланием Верховной Жрицы Джастинии. Пока в инквизиции есть нужда, пусть она разит беспощадно. Но когда ее дело будет сделано, она должна сложить оружие. Вы знаете, кого владычицы церкви выберут новой Верховной Жрицей? Решение трудное. Главные кандидатки погибли вместе с Верховной Жрицей Джастинией на Конклаве. Владычицы церкви боятся инквизиции. Они будут решать не быстро, и, боюсь, их выбор в итоге не будет разумным. Но кто бы ни был избран, поддержка инквизиции будет необходима, ведь брежь больше никто не закроет. Я могу что-то сделать для вас и ваших помощников? Моим лекарям нужны лекарства. У нас заканчивается все самое необходимое, раненых так много. Если передадите нам этот список интенданту Трен, она достанет для меня все, что нужно. Возможно, дело кажется пустячным, но это поможет лекарям спасти много жизней. А в ставке наш ожидал очередной разбор. Чтобы Вестница обратилась к жрицам непосредственно, это не трудная идея. Не верю. Мать Джизель права. Единственная сила церкви в данный момент в единодушии. И что, закроем глаза на опасность для Вестницы? Спросим ее саму. План ужасный. Вы хотите отправить меня с визитом в гадюшник? Они любят шипеть, но на гадюк не тянут. Я пойду с ней. Мать Джизель сказала, что может назвать имена. Воспользуйтесь этим. Но зачем? Это же... У нас есть выбор, Лилиана. Сейчас мы даже не можем никому подступиться, чтобы попросить помочь с брешью. Используйте то влияние, что у нас есть, чтобы собрать жриц. А когда они будут готовы, двинемся дальше. В городе все еще траур. Может, мне кажется, искательница, но, по-моему, они знают, кто мы. Твоя невероятная наблюдательность, Варик, меня не перестает удивлять. Миледи Вестница, Ты видишь людей Лилианы? Что удалось узнать? Матери церкви ждут вас, но храмовники ждут тоже. Храмовники? Здесь? Жители, кажется, надеются, что храмовники будут защищать их от инквизиции. Они собираются на другой стороне рынка. Думаю, там храмовники хотят вас встретить. Что ж, тогда нам ничего не остается. Ну, а о том, как прошла встреча? Они собираются защищать жителей от нас? Думаешь, Орден вернулся в Луноцеркви, чтобы покончить с нами выскочками? Я знаю, Лорда Искателя Люциуса. Не представляю себе, чтобы он после всего случившегося встал на защиту церкви. Возвращайся в убежище, кто-то должен их предупредить. И в случае, если нас задержат. Как скажете, миледи? В общем, а о том, как прошел визит в церковь, я думаю, мы узнаем в следующей серии. А пока вернемся к волкам. Или не вернемся, видимо. Что ж. А на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до следующей серии. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!